Ну что, вторая встреча между Астаной и Кулагером. Смотрим опасные моменты и заброшенные шайбы. Ну, стоит отметить, сразу же Астана взялись за работу. Вот Юдин хороший момент имел, например, у Кулагера, да. Хотел я сказать, что у Кулагера-то были броски, но не все шли в створк. Часть была бросков заблокирована, часть пролетела мимо ворот. И в итоге всего лишь два броска было в первом периоде в сбор у Кулагера. Всего лишь два броска за 20 минут. Это очень-очень мало. Ну, а Астанчане в свою очередь очень неплохо атаковали. И не смогли даже забросить сразу в первом же своем большинстве, получается, у нас. Забросил Семен Черкасов с передачей Михаила Староджилов. А потом было еще одно удаление, затолкев на борт у Кулагера. Но уже это удаление не смогли реализовать Астанчане. Но и ушли на перерыв в хорошем настроении. 1-0 счет. В 18 раз бросили в створ, однажды смогли забротить. И всего лишь подали сопернику трижды по воротам брофи. Хорош, явно с хорошим настроением. Ну и сразу же смотрим мы выигранные вбрасывания. 14-2 в пользу Кулагера. То есть по цифрам я хотел вам донести, что нужно было что-то Кулагеру менять. Что-то нужно было делать во втором периоде, чтобы вот эти цифры переворачивать. Хотя бы немного улучшать. Оно все не так заладилось хорошо, как хотелось бы во втором периоде. Астанчане забрасывают свою вторую шайбу. Никита Бондарев выходился на рандеву с Осиповым и вот переиграл. В ассистентах и таким образом 2-0. Ну и буквально через 6 минут еще одно удаление было у Кулагера. Удар Клюш-Теймера. Кулагера был наказан и это большинство Астанчане реализуют. И Микита Бондарев во второй раз в этой встрече отмечился. Ильтон Тенки и Амирхан в ассистентах 3-0. Дубль, повторюсь, Бондарева. Ну а Кулагер продолжал. Продолжал мимо ворот бросать. И сказал я в одном моменте, что не обязательно иметь большое количество бросков, чтобы реализовывать хоть какой-то свой момент и забросить шайбу. В итоге вот такая вот красота получилась у Кулагера. Матвей Кузьмин забрасывает кусок. Два руки у него в ассистентах. Неудобный, над плечом. Ну, в общем, очень красивый гол получился. 3-1. И, казалось бы, с этого момента можно попробовать начать отыгрываться. Да, вот вроде проклятие сняли. Одну шайбу забросили и можно попробовать теперь уже отыгрываться. Но нет, быстро Астана возвращает себе, скажем так, комфортное преимущество. Жан-Булат в пяти забрасывает. Передать Бондарева именно до Игната Шевченко. И того, что-то у нас уже 4-1. Таким счетом уходят команды на перерыв. И статистику второго периода я вам тоже назову. А снова по броскам в сборах дважды смогли ходить поворотом. Кулагер 12-го спорта была у Астанчан. В третьем периоде ждали мы и в какой-нибудь активности сейчас Кулагера. Да, вот открытого хоккея. Где-то, может, даже крестивного. Но вот быстро Астанчан в третьем периоде, наверное, Кулагера быстро обкупила. Никита Бондарев оформляет хэп-трик. Там была Пикеев у него в ассистентах. Лучше становится 5-1. Дальше уже Кулагер как бы ни пытался. И были удаления, кстати говоря. Да, Кулагер за блокировку был наказан. Потом умышленная задержка игры. Еще две минуты Астана получила. Ну вот все, никак да никак. Но все-таки Кулагер нашел свою вторую шайбу. Роман Даруцкий забрасывает с передачей Корбань и Петьмина. Но там стоит в той атаке отметить великолепную передачу. Ну и там выход такой получился. Два в одного. Перехват шайбы. Два в одного выхода. И, пожалуйста, хорошая передача на Даруцкого. И 5-2. 5-2. И, казалось бы, ну вот, вот что бы начало получаться у Кулагера. Хотя бы в отборе. Да, вот где-то стали часто играть астанчане. Ну и астанчане-то не переставали атаковать. Вот Дена был хороший момент. У Деркинова выход 1-0. Ну и в итоге, вот, кстати говоря, Фрукалов хорошо бросал поворотом. В общем, у седьмого номера были свои моменты. Когда можно было тоже как-то счет подровнять немножко. Во всяком случае, в третьем периоде было больше бросков в створ у Кулагера, нежели в периодах до этого. Черкасов классно пытался сделать передачу на Яркинова, но у него шайбу... Ну, это читал их передача, на самом-то деле. Здесь все здорово сделал в защите. Ну и Игнат Шевченко забрасывает на 57-й минуте у Астаны. Делал счет 6-2. Багатауллин и Цирюльников у него в ассистентах. Ну и была одна шайба еще заброшена кулагерам. Была она заброшена, но ее отменили. Ее отменили. Ее отменили, потому как было то, что это вот не игры. А в меньшинстве, мол, Би Щекибаев мог отмечиться у Астаны. Сюда привели этот момент на экранах. А в меньшинстве действовала Астана. Ну, вот такой у Кулак 1-0, но там Кулагер просто играл клюшкой. Ну и в итоге еще кулагер решил рискнуть. Все при счете 6-2, убрать вратаря еще по минуте у него оставалось. Решили попробовать, хотя бы, может быть, парни с шайбом отыграть. Вот, кстати, отмененный штайб на ваших экранах. Великолепно все сделал в утро. Но это так, как они засчитали, повторюсь. В итоге в шестером мы находились на льду Кулагер. Пустые были ворота. Потеря, пожалуйста, Жан-Булат Би Кейв забрасывает в передачи Кондрева и Габдулина. И таким образом на последних секундах сейчас становится 7-2 ворота. В игре нам показали, что забросил Фондарев свою пятую шайбу, но оказалось, что я не видел, что от Би Кейв. И на повторе, кстати, хорошо сейчас увидели, что именно 41-й номер с оборотом попал. Ну, вот что-то просто получилось. Ну и таким образом 7-2 счета. Уже последние секунды там были, поэтому никаких уже опасных интересов до момента после этого уже не было. А поздравляю Квадаря. Поздравляем и мы Афтану с победой. А с 2-й подряд победы на Кулагера. Получается, уже 3-й подряд. Если не помню, что и не гибли ты пропал. Ну и смотрим мы с вами финальную статистику этой встречи уже. Тут 10 бросков. Ну, нам статистику третьего периода сейчас выдают. 10 бросков в створ было у Астаны. 9 у Кулагера. На точке вбрасывания по 8 раз. Здесь равенство. Ну, вот хотя бы статистику Кулагер-то-то уж точно наладил. А 4 минуты штрафные были у Астаны. Ну и финальный счет на ваших экранах. А вот нам еще финальную статистику показали. 41 бросок в створ было у Астаны. 14 у Кулагера. 33 выигранных вбрасывания у Астаны. 14 у Кулагера. 2 гола было заброшено в большинстве. И штрафное время 6 минут у Астаны. 10 у Кулагера. 2 броска в большинстве именно забросили Астаны. 2 шайбы. Ну что, финальный счет. Астана победа. 7-2. Астана победа. 3-2. Астана победа. 3-2. Астана победа. Астана победа. 4-3. Астана победа. Астана победа.